Число представителей малого и среднего бизнеса на Среднем Урале выросло примерно на 9%. Сейчас их количество превышает 200 тысяч. И ежегодно число желающих открыть свое дело растет. Эксперты рынка образования отмечают и обитуриентов рост интереса к направлениям, связанным именно с предпринимательской деятельностью. Накануне в Уральском федеральном университете начала работать школа социального предпринимательства. Свердловская область социальные группы граждан, если вы помогаете им. Но при этом раскрывается понятие о том, что в принципе социальное предпринимательство может быть не с людьми в работе, а например с экологией, борьба за чистоту нашей земли. О том, что такое социально-инновационное предпринимательство и как начать свой бизнес с нуля, уральским студентам рассказывают в школе социального предпринимательства. Этот межвузовский проект запустили в Институте государственного управления предпринимательства Уральского федерального университета. Школа создана для тех, кто планирует открыть собственное дело, найти и проложить путь от формирования идеи до запуска бизнеса. В первой школе социального предпринимательства изучаем спрос молодежи на интерес к этой проблеме. Пригласили лучших бизнес-тренеров, модераторов, спикеров, преподавателей, которые хорошо интегрированы в этот материал. В очень многие образовательные программы этот модуль включен и будет еще на перспективу включаться, потому как от этого никуда не уйти. Время диктует спрос на такой вид бизнеса. В течение недели для студентов проходят открытые лекции, тренинги и мастер-классы лучших бизнес-тренеров Москвы, Челябинска и Екатеринбурга. Наставниками участников проекта стали успешные молодые предприниматели Свердловской области. По завершению обучения в школе будет организована деловая игра «Предпринимание. Начни свое дело в УРФУ». По словам специалистов, она позволит провести краш-тесты, разработанных студентами социальных проектов. Жюри отметит лучшие командные и индивидуальные работы. Кроме того, инвесторы и различные фонды поддержат авторов лучших проектов информационными и финансовыми ресурсами.